Было интересно, увидеть дрессированную красавку это интересно. А потом выступали дельфины, они выступали все дни, я никогда не нашел в дельфины. Человек на дельфине мог пересечь 70 метров со скоростью бегущего атлета на дельфине стоя. В общем, все понравилось, все красиво, все уходило. И ты не замечаешь, как пролетает целый день. Ты сможешь сразу 6 часов, там приближает, то уж он закрывает. Это вообще никаких планов делать. Испанцы меня вообще поразили тем, что днем можно поспать в итальянцах. Есть съеста, в то время как я работаю в стране, не работают магазины и наоборот. В принципе все логично, если ты пошел кушать, что же работать. Поэтому мне пора. Ну отдаленно, потому что испанцы даже не напоминают нас нигде. Итальянцы да, а испанцы нет. Так, давай перейдем к... Чем это добралось, блин, по поводу... Home Cinema. Home Cinema. Мы должны сделать два отзыва. Один Home Cinema. Один К.Б. Берилева. Home Cinema это то, что ты знаешь, кинотеатр. К.Б. Берилева я хорошо знаю. А К.Б. Берилева это когда мы что-то хотим построить хорошее. Мы себе, как архитектор, нарисовали, где чего находится. Разбители розетки, светильники. А теперь надо, чтобы это все заработало. И при этом, чтобы все работало. И не висели нигде кабели. И это все не взрывалось. И так далее. То есть Home Cinema просто вешать лизерка. А К.Б. тоже взрывалась? Ну это, в принципе оно все похоже. Но Home Cinema это больше такое элитное, специализированное... Ну просто два сайта. Один это умный дом, а второй это проективный человек. Скажу так. То, что делала Ласпи, это делала Home Cinema. Да. А то, что делали на парке Огеню у Паши и Жени. Это делала уже К.Б. Берилева. А то, что делали на Аболоне. Вот сложный объект. Делала К.Б. Берилева. Ну на самом деле ты никогда К.Б. Берилева полностью еще не привлекал. Она делает полностью всю инженерию. Ну на Аболоне же мы сделали... Ну электрическую делу Анатолий, потому что... Так пусть он может продолжать себе ее делать очень так же, как и делает. Просто он начинает это делать по нашим кабельным журналам. Когда большие объекты, это упрощает ему же работу. Не, я с тобой согласен совершенно, но как бы это один из первых объектов, где мы начали, ну, такое с тобой сотрудничество, когда уже приходили более точно, знаешь, данные. Вот есть кабельный журнал, есть там места трассировки, длинные кабели, все уменьшено, все размечено, но, то ли человек старой формации, но было сложно перейти, поэтому... Не было похренелось. И заставить их это делать необычайно сложно, честно сказать. Ну если... Ну и честно сказать, заставить их это сделать, то невозможно. Сказать так. Ну он человек старой формации, но невозможно. когда большой объект на большой объекта не поднять до шею кладин ну вот у тебя там целая рота народа которые вовремя устраиваться делать когда нужно стоит поэтому этом плане парком синему шуму сказать шестую честно мне нравится подход чест откровенно да мне нравится решили нравится во всем этом немножко творческий подход хотя часть технической да там размер телевизора кабелям когда на работу до принимаете на как передает где-то хранятся накопители но творческий потому что простой вопрос когда на ласпе был монтаж под нами жил метро все нажаловались охрана начальник под тобой живет бывший прокурор ялт и ты посмотри он человек суровый это подошел по-моему так и говорит слушай я сейчас уезжаю за клиентом я тебе приду ждать вам монтировать мачту большую для антенн там внизу живет чек надо быть толерантными когда я пришел приехал обратно мачта уже стояла а человек был доволен мы общаемся с ним до сих пор он звонит там говорит слушай там восточки гнезды можно там твой болтон тоже почищу я когда давай да и в этом плане то есть мне просто вышка вот человек ну не растерялся там и там спрятался там в рукавичках он пришел сказал можно было усырить извините там в этом комфортно с того времени он сказал да без проблем взял ребенку ушел в бассейн они посырлили он вернулся все было красиво да вопрос ну может и простой но творческий опять-таки когда на я шел за стильзер наши размеры есть они вот при мне повесили посмотри может там на сантиметр ниже там типа вроде как к глазам с одним диваном лучше то есть но они задумываются это это меня радует знаешь не просто машина надувную работу поэтому в этом плане давай за золотых вышкалил тебе спасибо мне это импонирует знаешь когда люди думают но и думаю так что а давайте здесь поясним а то есть или в другой комнате но это ну совершенно маразматический выход на этом чуть выше ниже об этом думают уже хорошо с кого выбирались с нами работа потому что таких больших объектов на совместных у нас не было с тем в данном случае последние объектами которые были я скажу тебе честно что подход стал более точным более точным стал в плане выполнения работ в плане точности трассировок в плане кабельных журналов с которыми я собственно точно также недавно стал знакомиться потому что полис объекты мы не нужны поэтому я лично всем доволен а как ты себе представляешь что такое КВ как дриллёвно понимаешь КВ это вообще конструкция грань думаешь вы будете строить там макеты самолета там запускают какие то необычно новые но что лишь КВ а электротрассы точно так же под них есть проекты их надо проектировать да любую электрическую сеть как бы точно так же примерно не знаю там у нас сделают освещение гигантского фасада ведь его надо будет сделать макет надо будет взять визуализацию и показать клиенту соответственно это будет делать КВ то есть там будет не один человек там монтажник наладчик электрик там будет визуализатор там будет какой-нибудь человек делал с творческим подходом дизайнер или архитектор я не знаю какой-нибудь там технолог поэтому если представить это не именно так то есть достаточно большая структура должна быть но к этому стремимся ну слушай я думаю у тебя все получится потому что пока все получалось тонкие всякие огрехи ну ты понимаешь они бывают у всех не делают ошибок кто с тобой ничего не делает а те огрехи минимальные которые были я их даже грехами не считаю они на что не повлияют в конце потому что прошли незамеченными все остались довольны все работает все гарантированно работает если вспомнить Ласпи там такая картинка красивая получилась вообще в Ласпи? там получился шикарнейший звук шикарнейшая картинка блин и там вообще шикарнейшее место просто теперь это недоступная территория ну то есть чтобы пойти в Ласпи надо почесать левой рукой и правой рукой то есть летать в Москву а потом с Москвы в Симферополь похоже на идеализм потому что так проще пройти там можно ну то есть в Шереметьево тебе навряд ли там придевают почему у тебя синело цветопаспорт а не красное с гербами а в Симферополе всем по барабану что ты предел что ты уже из Москвы понимаешь поэтому жаль конечно жаль объекты до сих пор продаются а в чем каким ты себя видишь через 10 лет чем ты видишь 10 лет я думал я все еще буду строить и проектировать нам хотелось бы проектировать где-нибудь в теплых краях почему объясню технически сложные моменты всех наших сложных климатических зон не дают такого обширного полета фантазии в плане сложности и легкости конструкции у нас это невозможно все что строят у нас в современном виде дома они к сожалению абсурдны абсурдны почему или проблема зимового отопления ты его не можешь протопить потому что гигантское стекление к примеру не дает такой возможности даже с шикарными стеклопакетами а второе в реале очень сковывает ну реально ко мне сказали очень сковывает твои решения там такой склонности нету я там часто бывал в очень теплых краях и видела эти красивые дома там реально очень интересно прогресс во-первых оно легче а во-вторых интереснее тебе ничего не ограничивает то есть есть у тебя балк она там должна вылететь наружу там опираться что держать на себе пожалуйста наружу опираться не задумываешься о том что завтра она промерзнет у тебя будет линии изморозь и что-нибудь еще в этом плане очень нравится поэтому хотелось бы попроектировать там еще ни разу не пробовал и наверное хотел попробовать попривотировать вертолет такие сейчас возможности в Киеве я знаю но еще не сложилось в душе вот так этому видимо дозреть что для тебя честность? честность права саму себе что для тебя самая ценность в чем жизнь? самая ценная в моей семье что для тебя дружба? дружба дружба для меня это такое сложное понятие знаешь как мне когда-то супруга хорошо сказала мы у нас бывает вечером сидим общаемся откровенно очень часто ну это нормально происходит в семье ты можешь пообщаться обсудить какие-то там возможные вопросы которые на болезни ты не можешь не сказать слух но вечером ты можешь сказать где ребенок спит гостиник можно обсудить она ко мне сказала ты знаешь у тебя очень мало друзей я говорю знаешь она может потому что я все таки умею дружить то есть ну как бы знаешь с друзьями надо дружить их не надо иметь и для меня это как бы основополагающий такой принцип а многие ну как бы которые хотели с вами дружить мы расстались потому что как бы я открыт я всегда готов помочь но если мы будем пользоваться все время значит это перестает быть дружбой ну не бывает любовь односторонняя она ли взаимная или никакая то есть любовь односторонняя это любовь за деньги что для тебя религия религия? вера в самого себя я не крещеный человек я не верю в церковь возможно есть на этом свете бог но наверное он создавлен для меня совершенно в другом понимании не в таком как представляется христианская церковь он может ближе всего к этому католическая религия но все равно опять таки я не хожу в церковь я считаю что если есть в этом мире что-то высшее что создало человека он его создал чтобы он пользовался своими мозгами и не ходил и не просил и не ныл а сам встал и сделал поэтому я считаю это главное ну как бы мою позицию многие не разделяют но это моя позиция поэтому что они разделяют мне насрать как ты относишься к курению? отвратительно ни ка не курил ни ка не пробовал и курить не собирается и хотя недавно был смешной инцидент мы когда вылетали с супругой ну семьей Стенрифа там нету зон для курения а то я самостоятельно 4 часа опаздывала немножко разнервничала и говорит слушай я так хочу покурить я говорю ну идем купим минимальный блок чтобы пачки продаются а? ну жена курит на блокуне ну она курила когда я с ней познакомилась она бросила курить там за год до появления ребенка и позже начала потому что он начал сам Майдан наверное она тоже нервничала там были всякие сложные моменты психологические потому что ну женщины в это переносят сложнее чем мужчины такие вещи ну и вот как бы в аэропорту нету зон для курения ну а так как так как приходится ее слушать это самолет далеко мы пришли и спросили как бы как покурить испанцы своей простой вся удивляют как как? выйдите из аэропорта покурите и вернетесь так мы же прошли зону там там можно контролировать а контролировать безопасность ну и что? пройдете еще раз возьмите свои паспорта я вышел туда с паспортом с стволовым и зажигалки не было ну а на дворе на уже час ночи то есть самолет так как в два прилетит нас забрать я пошел то есть я никогда не курил сразу говорю я пошел подкурить сигарету а когда я не курил но когда они с ним курят я закашлял ну, начинаю кашлять когда дымлют ну женщины что не пойдут спросить прикурить сигарету я пошел прикурить запянулся в первой жизни. И вообще не закашивался. Я так понимаю, что в этих сигаретах вообще табака нет. Только туалетная бумага, навязанная крепко, всё. Это не странство, когда я так сказать затянулся в сигарету крепко. Всё. Поэтому я считаю, что хрень, знаешь, оно бестолково. У меня есть бывшие приятники, которые крепко курят коноплю. Я смотрю за ними, знаешь, по течение нескольких лет, оно всё-таки влияет на мозги и хорошо влияет. Ну, мне их жает, знаешь, но они взрослые, я их не буду переучивать, зачем. Это их не выбор. Хотят, пожалуйста. Что бы ты хотел передать потомкам? Потомкам-наследникам или потомкам, в принципе, нашей страны? Кроме «ебитесь, обнажайтесь». «Ебитесь, обнажайтесь». Знаешь, у меня такое ощущение, что в последнее время это в России вообще надо запретить. То есть запретить на корню, потому что размножаться таким вообще, ну, просто не знаю, куда они размножаются. То есть там не все такие, ты понимаешь? Ну, там есть нормальные люди, но мне их просто жаль, что их там не то, что меньшинство, а их единицы. А в нашей стране, как бы, тоже к своему хватает быдлов. Но, что передать? Ну, хотелось всё-таки они пользовались со своими мозгами. То есть рано или поздно, знаешь, я тебе говорил, я тебе уже говорил-то, холодильник победит телевизор. Когда ничего будет жрать, они перестанут смотреть экран и слушают, что им вливают в уши. Но я так надеялся, что это наступит раньше, ты понимаешь? Но свет отключили им быстрее, поэтому отключились оба, и холодильник, и телевизор, и они взялись за автоматы. Передать потомкам, пусть будут умнее, талантливее, более напористее в своей работе. Будет результат. И пусть будут счастливы. Что, материал есть? Прекрасный материал. Здорово.